доброе утро добрый день и добрый вечер всем уважаемые делегаты зависит от того где вы сейчас находите это группа 2 коллоквиум по будущему регулированию споров у нас вчера прошла очень активная дискуссия по теме элементы которые могут нести вклад в масштабирование технологий и методов регулирования споров мы будем проводить дальше дискуссию по регулированию споров связанных с технологией у нас есть два проекта положения сегодня утром и еще три во второй половине дня слово коллеги джею он будет как раз ведущим модератором то что называется он как раз и начнет заседание уже официально спасибо она как вы только что сказали мы рассмотрим сроки которые нужно применять к регулированию связанных с технологией это 4 и 9 положение вчера в комментариях мы об этом говорили как представлять более сжатые сроки заявки 6 месяцев для вынесения решений можно рассматривать качестве сроков для вынесения решения по спорам связанным с технологиями три эксперта занимались подготовкой проекта в положении 4 и 9 надеюсь они сейчас в режиме онлайн и так гилат гилат вы здесь без микрофона гилат в расшире тельман вы здесь спрашивает председатель да тельман вам слово пожалуйста ораторы не слышно а а а и а и и и темен и ты fue а председатель термин вам слово спасибо у меня оказываться микрофон не был включен председатель делегаты большая честь и большое удовольствие принятие в этом коллоквиуме благодарю юнситрал за то что меня пригласили для выступления сегодня я правда не в нью-йорке к сожалению а в мюнхене нахожусь и с коллегой с коллегами из тель-авива я принимаю участие и мы рассмотрим сроки в рамках предлагаемых регламентов по регулированию споров связанных с технологиями правило 1.1 это инклюзивно как вы видите из второго пункта это будет охватывать определение широкий круг споров сроки в рамках предлагаемой в регламента сроки донки сжатые короткие согласно правилу 3 конференцию начальную нужно как можно скорее проводить а правил 4 требует представление всей документации в течение пяти дней еще пять дней для ответа на эти документы согласно правилу 9 сроки для вынесения решения 20 дней с момента создания трибунала и 40 дней если проводится судебное разбирательство слушание можно продлить сроки однако максимальный срок 60 дней и наконец правило 9 предусматривает санкционный механизм случае если решение третейского суда выносится запозданием это правило гораздо жестче чем большинство арбитражных норм и правил как правило в арбитражном регламенте нет никаких конкретных сроков установленных для процедурных шагов за исключением тех случаев когда стороны напрямую или за через арбитражный регламент договорились об этом это решение о сроках оставляется на усмотрение арбитражного трибунала арбитражные институты все чаще и чаще включают сроки в свои стандарты и мтп начали первые там использовать шестимесячный срок цель сроков обеспечить обязательное выполнение решений в разных арбитражных режимах чтобы ускорить наверное тоже и скорость процедур многие другие арбитражные институты теперь начали включать конкретные сроки для того чтобы ускорять процесс процедурный у нас есть германский институт по арбитражу он недавно например пересмотрел свои правила и включил трехмесячный регламент с момента последнего представления причина последние два десятилетия время и расходы на арбитраж определялись пользователями и охарактеризовались как основной основной недостаток арбитражных процедур у нас и трал недавно приняла правила по ускорению частности в ряде случаев по умолчанию мтп например штраф по определению 2-3 миллиона может так долларов сша и если другие правила которые предусматривают обязательное соблюдение сроков есть и другие аспекты которые требуют ускорения процедур в некоторых случаях технология так стремительно развиваются что если не принимать сжатые сроки решение арбитражное то будет подрываться процесс отправления правосудия есть и прагматические аспекты для разрешения споров и стандартные формы третейского суда арбитража часто рассматриваются как методы которые больше не отвечают современным потребностям в секторе высоких технологий зачастую можно встретить очень высокотехнологичные споры связанные с огромными суммами эти споры как процедуру требуют использования огромного объема технологических данных и опыт третейских судей иногда бывает более важным аспектом чем сроки и это тоже нужно учитывать но в общей сложности необходимо обеспечивать оптимальные результаты и избегать шаблонного подхода для всех возникает вопрос а как выявлять и обеспечивать соблюдение конкретных сроков в каждом отдельном случае стороны конечно же должны выбирать стороны лучше всего знают каковы особенности дела и считают ли они что действительно сроки для них важны по сравнению с другими аспектами если стороны договариваться по конкретным срокам то они должны соблюдаться а когда они ни о чем не договорились то тогда и применяются правила по срокам если арбитражный регламент этого не предусматривает то трибунал арбитражным этим занимается или члены третейского суда когда есть расхождение в обвинениях между сторонами можно использовать стандартный механизм установления сроков по каждому конкретному случаю на основе первого проекта письменных представлений на первом заседании третейского суда арбитражного суда присуждается категория тому или иному виду спора исходя из имеющейся информации с учетом присуждении такой категории применяются одно два или три вида заранее определенных правил например арбитражный регламент юнситрал ускоренные правила это ускоренный про регламент юнситрал если нужно обеспечить быстрый процесс то применяются правила разбирательства в случае дел связанных с высокими технологиями арбитражный трибунал может по консультации со сторонами во время процедуры менять сроки вот таковые мои мысли и мнения по этим предложениям этим вопросам слово коллегам гелату и рахиль спасибо тельман мы хотим проверить рахили и гелат на связи с нами если вы на связи или в зале вы можете поднять руки или как-то обозначиться чтобы мы знали что вы присутствуете а пока давайте рассмотрим проекты положение 4 9 что тельман хотел сказать есть обязательные правила по определению которые могут применяться сторонами в том случае когда они не могут договориться между собой по срокам до урегулирования споров назначающая инстанция может ли тоже решать какие оптимальные сроки для рассмотрения конкретного спора так же термо сказал что арбитражный трибунал по усмотрению своему может и менять сроки когда установлены сторонами или означающие инстанции сроки не пригодны для урегулирования споров а пока мы ждем других ораторов в режиме онлайн дам срогу представитель швейцарии по ходу ведения заседания председатель у нас что есть какой-то набор правил которые конечно же являются все исчерпывающим объемом правил мы знаем как начинается процесс в рамках арбитража третейского суда мы слышали как назначаются члены только что оратор говорил об том что есть назначающая инстанция а в правилах об этом ничего не говорится и мы не знаем как они представляют дело либо они являются истцами либо ответчиками мы не знаем как срок 40 дней может вписаться в любой стандартный нормальный формат арбитража мы знаем как что-то сокращают что-то нет мы не знаем как это делается поэтому по ходу ведения заседания еще раз перед тем как продолжим работу было бы узнать неплохо эти правила являются дополнением других к правилам а являются они дополнением к правилам то что называется кремниевой долины или силиконовой долины или к набору других правил трудно обсуждать правила которые вписываются в рамки арбитража здесь и там не знаю из какого набора правил они берутся не знаю всей подоплеки трудно обсуждать что-то конкретно по правилам спасибо дэнки ватт секретарь уда спасибо себя подготовить ответ она сначала слова уважаем делегату израиля спасибо председатель я благодарю уважаем делегация швейцарии за то что он понял этот вопрос разъясню идея которую мы усматриваем за этим проектом самого начала заключается в следующем это не является отдельной частью арбитражного регламента это не попытка заменить регламент юнситрал не ускоренные правила мы просто стараемся учесть что споры связанные с технологией высокой технологии являются уникальным видом споров об этом вчера слышали последние два года об этом много говорят тоже это проходит как вопрос по различным кругам дискуссий среди экспертов в этой отрасли промышленности суть следующем по моему очевидный об этом сказали в документе секретариата что эти положения типовые положения которые могли либо быть включены в оговорки по регулированию споров в целом что было бы наверно нормальным образом действий либо нет идея в следующем если стороны предполагают или посчитают что споры могут быть связаны с технологиями то они могут включать эти правила свои оговорки например можно давать ссылку на арбитражный регламент юнситрал или же на положение обеспечения конфиденциальности и в проекте это учтено в нашем можно это также носить и оговорки по срокам чем мы сейчас занимаемся или по вопросам управления конференционным обслуживанием я понимаю что это не в традициях у юнситрал так рассматривать такие вопросы но нужно всем в общем-то занять какую-то единую позицию идея следующим это должен быть набор правил которые могут выбираться сторонами для применения при необходимости поэтому мы не считаем что нет необходимости дополнительно в дополнительных элементах но тем не менее у нас открытая позиция готовы изменить формат придать более традиционный вид формату этому если это поможет но это хороший пример тому почему это нужно обсуждать на второй рабочей группе чтобы как раз услышать вот такие комментарии посмотрите как мы можем чем-то заниматься что с одной стороны будет аналогично тому чем раньше инситрал занимался но с другой стороны чтобы это тоже носило какой-то новаторский современный характер чтобы учитывать гибкие потребности высокотехнологичного сообщества я надеюсь мы ответили на вопрос уважаемые делегаты швейцарии но мы выслушаем с удовольствием представителей секретариата и других по этому вопросу спасибо благодарю благодарю делегата швейцарии за то что вы подняли этот вопрос по ходу ведения заседания спасибо делегату израиля за то что он дал справку вопроса по проекту и по вопросу о том почему именно на этом коллоквиуме он обсуждается я говорил уже что мы по-прежнему работаем в формате коллоквиума у нас что что называется сейчас идет там мозговой штурм кавычках проект 2 года назад был представлен комиссии он уже обсуждался на различных совещаниях экспертов дальше он тоже анализировался при рассмотрении проекта более широкого масштаба по регулированию споров при цифровой торговле но мы его отдельно сейчас рассматриваем что лучше понять конкретику специфические особенности этой темы и определить как оптимальнее всего реагировать на это с точки зрения работы юнситрал и рабочей группы юнситрал и может ли этим заниматься сама рабочая группа либо же этим лучше заниматься какой-то группе экспертов а потом уже передавать на рассмотрение в юнситрал когда это приблизится по тематике к тому чем юнситрал занимается но в любом случае мы сочли что было бы полезно начать рассматривать отдельные положения и уже исходя из этого определить каковы особенности этой темы как говорил уважаемый делегат израиле какова конкретика потребностей о котором говорилось на предыдущих совещаниях экспертов например потребность в ускорении процесса в привлечении таких членов третейского суда которые являются хорошими специалистами рассматриваемой области или привлечение третьих сторон из сектора промышленности цифровой и такой важный вопрос как определить то о чем мы говорим для придания большей конкретики и для того чтобы дать возможность на колоквами обсудить саму концепцию мы сошли полезным облачить это в форму таких оговорок чтобы это было полностью бы не связано с тем текстом которым которым занимается юнситрал чтобы так сказать изолировано это рассмотреть а потом уже посмотреть какой формат придать либо конкретные оговорки которые будут включаться в контракт использоваться при спорах либо же это включить в уже существующий текст юнситрал но мы еще до этого этапа не дошли с учетом уже прошедшей дискуссии видим что нужно придать больший уровень то что называется концептуализации и потом уже дальше работать спасибо она дополню ваше выступление мы сейчас не говорим в этом документе по форме инструмента у нас сейчас как она сказала идет мозговой штурм по срокам по тому вопросу следует или нет применять санкции это девятый пункт пак пункт 4 и это будет уже рассматриваться в общем контексте арбитражного регламента юнситрал после того как закончим рассматривать вопрос по существу то есть взаимосвязь и взаимодействие позже рассмотрим но опять-таки повторяю у нас сейчас идет мозговой штурм на этом заседании нужно сначала решить хотим мы чтобы была оговорка по срокам и хотим мы чтобы была оговорка о применении санкций в случае несоблюдения а сейчас я смотрю и вижу что два оратора которые хотели выступить по этой теме не могут сейчас это сделать выступят во второй плане дня мы сейчас дадим слово тем кто может выступить а тем кто не смог они выступят во второй плане дня опять вновь делегат швейцарии вам слово без микрофона спасибо председатель за разъяснение я думаю что это очень полезное дело если посмотрим на конкретные оговорки и положения большинство из них такого характера что с небольшими изменениями они бы могли бы носить общий характер за исключением пары слов это правило может применяться и в случае управления конференциальным обслуживанием и ведением дел на заседаниях третейского суда вчера обсуждали тему секретарь так говорится что секретарь должен обладать техническим опытом но в данном случае каких технических возможностях идет речь это требуется от сейчас от секретаря чтобы он мог управлять и ведением конференция интернет заседаний на удалении с используем различных интернет платформ гибридных форматов заседаний если спор связан с технологией если это узкая область технологии как вчера говорили например то нужно более конкретные глубокие техно технические и технологические знания мы могли бы предусматривать различные дифференцировать различные виды споров по технологиям и связан с технологиями и тогда уже исходя из этого определять другие правила спасибо сингапур благодарю всех ряд юнситрал экспертов которые подарили проект положение по спорам связанным с технологиями с учетом выступления мы видим что много думали при подготовке проекта элегации сингапура отмечают что проект положения стремится учесть уникальные особенности споров связанных с технологиями в особенности в новых областях где необходимо как можно скорее разбираться в целом механизм подходит для того чтобы урегулировать споры между по схеме b2b в промышленности с учетом международного характера споров и с учетом положения нью-йоркской конвенции с учетом стремительного технологического развития технических соображений в контексте споров связанных с технологией положения по ускорению сроков и назначению экспертов обладающих необходимым техническим в этом среди прочего может ускорить разрешение таких споров при всем при этом рабочая группа возможно пожелает рассмотреть следующее во первых хотя необходимость ускоренного разрешения споров уже как необходимая предпосылка учитывается нужно учитывать такой техничный характер в особенности в контексте прорывных или еще мало используемых технологий для этого потребуется возможно больше времени для рассмотрения и для сбора фактов поэтому можно быть пересмотреть пятидневный регламент и можно ли несколько продлить эти сроки но тем не менее применять ускоренный формат рассмотрения на основе существующего арбитражного регламента предполагаю что есть альтернативные правила дальше мы признательны за то что есть ускоренный процесс но хотели бы узнать действительно ли на практике будет ускорен процесс и будут ли улетворены стороны таковым процессом не станет ли он менее тщательным в особенности в случаях когда есть несколько сторон в разных юрисдикциях когда этот процесс связан с огромным объемом данных технологий и так далее и когда нужно договориться о протоколе указа финансиальности было бы наверное полезно рассмотреть возможно ли соблюдать пятидневный регламент или же можно в проект положения включить более гибкие правила и наконец что касается технологий которые широко используются можно было бы также дорассмотреть вопрос о том можно ли применять еще больше более ускоренный процесс по сравнению с предусматриваемым регламентом спасибо благодарю вас еще желающие есть выступить по этой теме мы имеем Джимми Ли из Крея Джимми Ли из Крея Джимми Ли из Крея как основу для нашей дискуссии мы отлично осознаем необходимость предания гибкости в нашем разговоре и обсуждении этих положений общая идея ускоренного урегулирования споров и сроков заставляет нас упомянуть о охвате о котором мы говорили вчера речь идет о том что безусловно спор связанный с технологиями подразумевает очень большой объем различных категорий споров некоторые споры могут быть простыми а другие могут быть очень и очень сложными и может быть даже более сложными чем другие подобные споры поэтому когда мы говорим о сроках необходимо понимать что иногда эти сроки могут быть приемлемыми иногда весьма проблематичными это с точки зрения нашей нашего интеллектуального штурма в ходе этих процедур необходимо на наш взгляд предоставить значительное количество времени арбитром во-первых нейтральные эксперты должны подготовить доклады там 20 дней 40 дней может быть даже 60 дней необходимо им для этого дать спасибо следующий израиль благодарю вас джей спасибо делегациям выступившим по этим по этой теме мы особенно благодарим делегата сингапура который сказал о необходимости особых положений применительно к спорам связанным с технологиями такого рода споры эволюционируют их природа меняется равно как и меняется технологии как новые так и старые не уверены что мы можем то же самое сказать по всем другим арбитражным спорам из собственного опыта из опыта технологических компаний экспертов видно что даже 6 месяцев для ускоренного арбитража или 9 месяцев для такого арбитража могут оказаться как чрезвычайно длинными так и могут быть барьерами для должного рассмотрения дела поэтому эти два компонента подразумевают выработку двух сценариев сроков и мы не можем просто копировать что-то из других арбитражных правил по спорам отличающимся от споров связанных с технологиями в ускоренном формате у нас есть сомнения и в отношении очень коротких периодов времени и сроков мы считаем что они должны быть длиннее может быть 90 дней может быть 120 дней и здесь важно обеспечить гибкость может быть стоит иметь положение это перекликается с тем что говорил уважаемые делегаты стингапура для уже сложившихся технологии мы можем установить какой-то срок а для каких-то новых технологий надо дать какую-то большую гибкость с точки зрения сроков или какие-то другие оговорки по этим срокам это следует безусловно обсудить на наш взгляд что касается другой темы темы санкции о которых вы говорили только что господин председатель опыт работы в юнситрале и говоря о санкциях вообще мы считаем что надо занять позицию против этого но это еще один пример того насколько данные споры отличаются от всех других вспоминают то что было сказано вчера и то что было сказано уважаемым делегатам Швейцарии мы не уверены в том что здесь дефиниция должна быть аналогичной тем дефинициям которые у нас есть применительно к другим подобным сценариям предложения насколько мы это понимаем касается работы секретаря по организации заседаний это да но не только необходимы технические знания по идентификации технологических вопросов в процессе конференционного управления то есть здесь есть отличия мы хотели бы отметить что если в конечном счете мы увидим что Юнситрал рекомендует какие-то положения это не должно препятствовать сторонам использовать данные положения в других спорах может быть даже и не обязательно связанных с технологией юнситрал или может быть генеральная ассамблея могут это рассмотреть именно поэтому мы считаем что то что мы подготовим по этим спорам может быть полезным не только для этих категорий споров но и для всех других споров которые рассматриваются в арбитраже с тем чтобы удовлетворить потребностям индустрии высоких технологий и вот как раз положение о сроках это хороший пример тому спасибо благодарю вас слово швейцарии благодарю вас должен сказать что объяснения данные уважаемым делегатам израилем чрезвычайно полезными мы услышали примеры различных споров связанных с технологиями и возможный подход вместо того чтобы закладывать скажем 20 дней в сроки причем кстати не обязательно об этом даже здесь не говорится мы можем сказать что необходимо исходить из каждого конкретного случая и речь идет о сроках и исполнения мы можем поставить цель 20 или 40 дней но дискуссия между арбитром и сторонами речь не идет о том что кто-то хочет затягивать а кто-то давит мы должны дать возможность арбитра арбитру влиять на стороны с тем чтобы они не затягивали процесс то есть мы говорим не о фиксированных сроках а просто о принципиальных вопросах и при рассмотрении того или иного дела может быть дав объяснение что многое зависит от природы спора спасибо спасибо м м м м м м м м что м м м м диспута, это неправильно для диспута технологии в сравнении с нормальной процедурой, которую мы имеем в том, что с этого я бы хотел бы дать луну к Аргентине, а потом Франции. Аргентине. Я думаю, что это хороший момент, пожалуйста, по-другому. Спасибо. Ну, я буду говорить, в основном, с комментариями о документе 224. В этом документе есть один премер-боррадор для диспозиций, который имеет для того, чтобы создать специальный механизм específico для того, чтобы решить проблемы с технологиями. Как заявлено, в документе работы были подготовлены по специалистам для того, чтобы создать исследование более глубокий. В этом смысле, эта делегация имеет, во-первых, вот такая, которая envидаясь в информации, в том числе, что это было направлено, в том числе, что, в том числе, чтобы создать ответы, в том числе, и в том числе, Хотелось бы consultать Если в этом группе экспертов Существуют представлены Все эти традиции jurídicas Если есть адекватная Репрессионная география И из-за пациентов И в направлении И в направлении Эта была consultа Примерно, что я хотела сделать Если бы я могла объяснить Субтитры Большое спасибо Уважаемый делегат Аргентины За то, что Вы подняли этот вопрос О составе экспертов Которые поддерживают Секретариат в подготовке Этого документа Вы знаете Мы еще не вышли на этот этап Формирования Группы по подготовительной Мы сейчас занимаемся Подготовительной работой У нас мозговой штурм Для того, чтобы поддержать Наше упражнение Надо сказать о том Что проект Пока еще Концептуально Не демаркирован И У нас нет Конкретных Предложений По конкретным Положениям Мы работаем С экспертами Которые имеют Опыт В этой Сфере Мы на раннем Этапе Это ни в коем случае Не означает Что мы Работаем в формате Взаимодействия С экспертами И рабочей Группой То есть Мы Пытаемся Как в прошлом году И два года тому назад Вместе с экспертами Определять Какие-то общие Директивные Политические вопросы Выработать Концепцию Различных положений Которые будут Релевантны Для рассмотрения Споров Но мы не находимся На этапе Встречи Группы Экспертов Или группы Экспертов С секретариатом Еще не подразумевается Участие Экспертов Которые бы Отражали Работу Различных Стран Региональных Групп Других Групп Стран Я просто Хочу Сказать Что все это Проделывалось С секретариатом Для того Чтобы Помочь Нашей Диктуре Это Подготовительная Работа По подготовке Подготовительной Группы Если хотите Для того Чтобы потом Это все было Уже передано Для полноценной Рабочей группы В секретариате Вы хотите Прореагировать Да Большое Спасибо За Госпожа Секретарь За эти Разъяснения На мой вопрос И у нас Есть еще Один Комментарий Касающийся Цели Этого Проекта В первую Очередь Мы Видим Что Речь идет О создании Если хотите Нового Регламента Рассмотрения Споров Связанных С технологиями Регламент Ускоренного Арбитража Если хотите Мы понимаем Что Есть Достаточные Основания Для того Чтобы Принимать Соответствующее Решение По этим Положениям Вы говорили О брейнсторминге И Здесь Мы Считаем Необходимо Хорошо Все Продумать Спасибо Франция Большое Спасибо Я Хочу Поблагодарить Израиль Швейцарию Сингапур За Их Выступление И Комментарии Других Ораторов Что Касается Сроков У меня Создалось Впечатление Или хотите Я так понял Из услышанного Что Общих Правил Или Каких-то Прямых Рекомендаций По срокам Нет Мы не можем Ничего пока Навязывать Поскольку Мы не можем Сейчас Установить Эти сроки Конкретные Я так понимаю Эти сроки Будут Определяться После Установления Факта Спора И Собственно Говоря Сам Арбитраж Будет В Рассмотрении Каждого Дела Устанавливать Эти сроки У меня Сложилось Такое Впечатление С точки Зрения Процессуальных Вещей И я Думаю Что Нам Необходимо Сказать О том Арбитр Или Арбитражный Суд Должны Установить Эти сроки Мы должны Это указать И чтобы Вот это Определенное Время Использовалось Эффективно Для рассмотрения Дела Хотя Я Не уверен Что Это Приведет К Ускоренному Рассмотрению Дела Спасибо Спасибо Франция Вы знаете Это Как раз Подводит Нас К другому Вопросу Кто Определяет Эти сроки Какой-то Институт Который Администрирует Арбитраж Арбитр Суд Стороны Или еще Кто-то Об этом Мы говорим И сейчас Я хочу Предоставить Слово России Спасибо За Предоставленное Слово Добрый День Коллеги Уважаемый Секретариат Делегация Мы хотели Бы поддержать Тех Коллег Которые Высказывались О том Что Учитывая Что Положение Один Рассматриваемого Документа Предусматривает На данном Этапе Достаточно Широкий Перечень Потенциальных Споров Связанных С технологиями Необходимо На наш взгляд Достаточно Осторожно Подходить К предложенным Упрощенным Положениям По срокам И по количеству Арбитров Которые Рассматривают Данные Споры Поэтому Хотели бы Предложить Более Четко Определить Перечень Споров Закрепленных В положении Один Именно В их Взаимосвязи С положением Четыре То есть С положением По срокам И если Споры Все-таки Сложные Комплексные То Предложенных Сроков Именно в данном Документе Может быть Недостаточно Для Качественного Рассмотрения Данных Споров И Также Хотим Поддержать Возможность Рассмотрения Документа По Ускоренному Арбитражу В контексте Применения К спорам Связанным С технологиями Спасибо Большое Я благодарю Вас Финляндия Благодарю Вас Прежде всего Хочу Поблагодарить Израильскую Делегацию И Сингапурскую Делегацию За Их Выступление Хочу Присоединиться К тем Кто Сказал О том Что надо Осторожно Относиться К вопросу О сроках Ситуации Могут Быть Самые Разные Если Я правильно Понял Швейцарскую Делегацию Арбитраж Должен Определять Как вариант Эти сроки После начала Рассмотрения На наш Взгляд Мы не должны Устанавливать Здесь В этих положениях Какие-то Ограничения По срокам Мы можем Сказать Об ускоренном Формате Но Ничего Устанавливать Мы Наверное Не должны Я Хочу Присоединиться К тому Что Сказал Уважаемый Делегат Франции Благодарю Вас Я Благодарю Вас Больше Желающих Выступить Нет Как я Уже Говорил Эксперты Которые Готовили Эти Проекты Положения Присоединяться К нам Во второй Половине Дня Но Перед тем Как Перейти К Следующему Пункту Хочу Спросить Может быть Еще у Кого-то Есть Кувейт Пожалуйста Вам Слово Во первых Хочу Поблагодарить Всех Участников Нашей Сегодняшней Дискуссии Хочу Присоединиться К словам Представителя Франции Важно Устанавливать Сроки Гарантировать То Чтобы Эти Сроки Выполнялись Вопрос Вопрос В том Можем ли Мы Установить Заранее С точки Зрения Эффективного Разрешения Того или иного Спора Мы Надеемся Что Споры Связанные С Технологией Будут Рассматриваться И Решение Выноситься Оперативно Мы Считаем Что Определение Или Установление Каких-то Сроков Практика Хорошая Одновременно С этим Положение Об Установлении Этих Сроков Должны Быть Достаточно Гибкими Поскольку Мы Понимаем Что Необходимо Дать Определенную Свободу При Необходимости Сокращая Или Увеличивая Эти Сроки В Зависимости От Обстоятельств У нас Должна Быть Возможность Как для Увеличения Так и Для Сокращения Этих Сроков Но Один раз Установлены Эти сроки Должны Соблюдаться Потом Я Так же Думаю Что В эти Положения Мы Можем Включить Ряд Мер Которые Бы Гарантировали Гарантировали Отсутствие Злоупотребления Сторонами Вот Этой Гибкости И Не Затягивали Эти Разборы Благодарю Вас Китай Пожалуйста Вам Слово Спасибо Джей Мы Говорим О Сроках Если Говорить О Положении Девять В силу Трудности Рассматриваемых Вопросов На наш Взгляд Даже 90 дней Может Быть Малым Мы Рекомендуем Предусмотреть Возможность Увеличение Увеличение Этих Сроков Что Что кас Касается Гонораров Арбитров То Об этом Тоже Можно Подумать С точки Зрения Обеспечения Эффективности Эффективности Работы Арбитров Спасибо Джей Благодарю Вас Спасибо За Возможность Прокомментировать То Что Было Сказано По Срокам Я Полностью Разделяю Идею Гибкости О Котором Говорил Целый ряд Уважаемых Делегатов Именно Поэтому Я Предлагаю Включить Механизм Определения Этих Сроков Институтом Который Назначает Арбитра Или Самим Арбитром Арбитражным Судом После Начала Рассмотрения Дела Определить Эти Сроки В этом Отношении Хочу Коснуться Оговорок Которые Включены В Положение В Проект Положения Сроков Вначале Мы говорили О том Что Правила Должны Стимулировать Разговоры В ходе Коллоквия Коллоквиума С тем Чтобы Мы Определили Роль Компетентного Органа Я Поддерживаю Идею О включении Этой Темы В Повестку Первой Конференции Касающихся Либо Компетентного Органа Либо Арбитража Спасибо Тальман Мы Мы Заслушали Мнение Тех Кто выступал За Ускоренный Формат А мы Заслушали Мнение Тех Кто Говорил О Особо Сложных Арбитражных Делах Которые Требуют Большего Времени Рассмотрения Мы Говорили О Том Кто Мог бы Определять При каких Условиях Эти сроки Могли Меняться Есть Целый Ряд Вопросов Которые Необходимо Урегулировать И Взять В качестве Тем Для дискуссии Сказав это Хочу Перейти К следующему Пункту Который Касается Назначение Арбитров И их числа Хочу Пригласить Экспертов Которые Готовили Пункты Положений 2 И 5 С тем Чтобы они Рассказали Нам Почему Именно Такие Предложения Были Сделаны Ими Уважаемые Делегаты Спасибо Уважаемые Секретариат Уважаемые Участники Спасибо За Возможность Представить Наши Соображения Касающиеся Вопросов Касающихся Числа Арбитров Я Сам Являюсь Арбитром Работаю Слойдом И Хочу Сказать О Том Что Очень Большое Количество Юридических Фирм И Советников Участвовало В Подготовке Нашего Мнения Шахиро Я Шахиро Такатори К сожалению Не смог Прийти Сегодня Но он Тоже Участвовал В подготовке Проектов Проекта Этих Положения Следующий Слайд Пожалуйста Разобьем Сессию На две части Сначала Обсудим Номер Два Число Членов Арбитражного Суда Арбитров Назначение Экспертов Нейтральных Независимых Лиц А потом Дадим Разъяснение Тому Как Мы рассматриваем Роль Экспертов Как Они Себя Должны Вести Как Нужно Использовать Доказательства И Факты Дальше Крингута Спасибо Крис Спасибо В ЮНСИТРАЛ За то Что Дали Возможность Принять Участие В этой Дискуссии Большая Часть Для Меня Я Профессор Международного Международного Сопоставительного Права А также Занимаюсь ИКТ При нашем Университете Экономики С двух Позиций Технология И закон Права Мы Тратим Больше Всего Время Чтобы Опредить Число Арбитров Членов Арбитражного Суда Есть два Варианта Максимально Широкий Круг Арбитров Чтобы Привлечь Технических Специалистов Подавляющее Большинство И Председатель Всевышний Арбитр У которого Опыт В области Права И Второй Вариант Один Арбитр С опытом В технологии И Наим Экспертов Которые Будут Заниматься Техническими Аспектами Спора Выбирая Между Двумя Вариантами Использовали Критерии Эффективность И Оперативность По умолчанию Нужно Назначать Одного Арбитра А потом Стороны Ему будут Предоставлять Технические Ресурсы И Представлять Экспертов Нужно Нужно Учитывать Также Наличие Финансово Технического Опыта Арбитра В едином Лице Наверное Идея В следующем Обеспечить Максимально Возможное Число Видов Опыта Которые Удовлетворяли Потребности Вы Наверное Видели Как мы Подготовили Проект И положение Здесь Когда И почему Арбитражный Трибунал Будет Назначать Нейтральное Лицо Или Эксперта Мы Как раз Об этом Думали При Составлении Проекта Там Говорится Что Было Бы Разумно Назначать Эксперта С учетом Особенностей Дела Например Когда Есть Какие-то Сложные Технологические Финансовые Или Правовые Аспекты Но Не Всегда Будет Правильным Решением Это Итак Если У нас Есть Арбитражный Трибунал Который Достаточно Имеет Квалификацию Чтобы Понять Технический Вопрос То Это Возможно Позволит Этому Трибуналу Отказаться От Помощи Эксперта Если Нет В этом Необходимости Или Его Наличие Этого Эксперта Дальше Конкретный Экспертный Опыт И Знания Здесь Нужно Дать Сноску Что Возможно А это Приведет К процедурным Вопросам В рамках Арбитражного Трибунала В такой Ситуации Нужно Заниматься Процедурными Вопросами И Вопросами Разделения Пункций В зависимости От Требующегося Экспертного Опыта Это Может Сказаться На Проведении Сей Процедуры Проект Положения Также Предусматривает Определение Того Какой Эксперт Нужен Будет Для Привлечения По Конкретным Вопросам И В случае Когда Нужны Глубоко Техничные Опыты Знания При Смотрении Вопросов Этот Слайд Наверное Передам Слово Крису Для Того Чтобы Он Продолжен Спасибо Конгут Второй Пункт По Экспертам Кто Будет Разрешать Привлекать Экспертов Мы хотели Уточнить Что только Арбитражный Трибунал Может Разрешать Привлечение Экспертов Которые Не Относятся Никто И К Другой Стороне И Предшествующем Выступлении В комментариях Об этом Говорилось С Учетом Этого Понятно Что Трибунал Будет Определять Вообще Нужен Эксперт Или Нет Нужно Учитывать Опыт Трибунала Членов Арбитража Представителей Сторон Важно Давать Информацию С учетом Конфиденциальности И Это Крайне Важно И Наконец Нужно Нужно Также Обеспечивать Соблюдение Таких Требований Как Оперативность Скорость Проведения Извините Говорит Оратор Есть Опечатка Она Здесь Выделена Следующий Слайд Само Собо Разумеется Что Все Должны Быть Независимые Эксперты Есть Аспекты Нужно Также Обеспечивать Оратора Не слышно По техническим Причинам Перевод Синхронный Должен Быть Прерван Синхронный Перевод Возобновится После того Как восстановится Качество Звука В интернете Процединс Бетвинь Процединс Бетвинь 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 Процединс 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 Бетвинь Бетвинь Процединс Процединс трибунала и к нему уже назначаются эксперты по мере необходимости. Во-первых, мнение по числу арбитров и по пункту 1 и 2 проекта 5. Швейцария. Мы полностью поддерживаем предложение. Одного эксперта дает возможность расширить численность членов арбитражного трибунала, если потребуется. И это позволит ускорить процесс. Что касается экспертов, считаем, что есть очень важный аспект в спорах, связанных с технологиями. Наверное, лучше всего иметь возможность давать самим членам сторон в споре, разъяснять ситуацию, связанную с технологиями. Однако нужно понять, кто эксперты и как обеспечить то, чтобы была оптимальная ситуация привлечения экспертов, особенности с технологией, в случае технологий, которые только что разработаны и начали применяться. Как можно правильно использовать экспертов, которые являются представителями сторон в споре, с одной стороны, с другой стороны, не исключать этот экспертный опыт, но обеспечивать нейтральность процессом. Дальше, то, как составлен проект положения, как мне представляется, не позволяет провести четкую разницу между теми, кто означается, и представляет стороны, и между нейтральными экспертами. Я вижу, что есть влияние практики в общем праве Соединенного Королевства, то есть, когда эксперт назначается после того, как дело представлено сторонами, и когда суд или арбитражный трибунал уже этим занимается. Я хотел представить свое дело с учетом экспертов, например, когда являются членами моей команды, и это нужно учитывать тоже, и тот факт, что, как я слышал, трибуналу следует решать, может ли использовать страна эксперта или нет, страна спора. В некоторых юрисдикциях это приемлемо, а в других нет. И последний вопрос о том, кто является нейтральным субъектом. Я знаю, что есть практика в американском праве, когда нейтральным лицом рассматривался третье лицо, то есть, председатель арбитражного суда. Можно разъяснить, наверное, то, как сюда вписываются эксперты в качестве нейтральных лиц. Спасибо. Спасибо. Спасибо за представление темы. Я частично хотел бы поддержать то, что было сказано уважаемым делегатам Швейцарии по целому ряду моментов. Во-первых, как мне представляется, что когда речь заходит о применении и привлечении экспертов, то это в значительной мере зависит от юридической традиции. В некоторых юридических системах судья или трибунал назначает экспертов, а в других случаях стороны. Преимущество арбитражное сюда – обеспечивать максимальную гибкость для того, чтобы учитывать различные юридические традиции. Я не знаю, хорошо или нет, вновь к этой гибкости возвращаться. С другой стороны, как мне представляется, когда речь идет о технологиях, то есть узкие темы. Если арбитражный суд назначает эксперта с учетом соблюдения принципа нейтральности, то нужно указывать, то здесь нужно использовать механизм аналогичный, например, токамаку, когда можно разбивать части атома и отслеживать их. То есть, я думаю, что можно учитывать и то, каких принципов придерживается тот или иной эксперт, хотя он и может быть нейтральным. Также можно разрешать и сторонам приглашать своих собственных экспертов, но по-прежнему придерживаться принципа нейтральности, как мне представляется. Важный вопрос модальности – взаимодействие между экспертами и трибуналом. Может ли трибунал консультироваться с экспертами за рамками взаимодействия со сторонами? Как мне представляется, этот вопрос очень важен. Я знаю, что в других областях, и это меня заставило как раз и задуматься над тем, что это не присуще только спорам, связанным с технологиями. Например, арбитражный процесс в случае строительных проектов – то же самое. может ли арбитражный суд назначать экспертов не относящихся к сторонам? И я думаю, что этот вопрос можно было бы обсудить в контексте пятого пункта. Нужно это уточнить в новой итерации пятого пункта. Спасибо за то, что задали вопрос. Израиль. Спасибо. Назначение экспертов. Оратора не слышно. Вопрос с технологическим опытом, с опытом работы с технологиями важен. Связь по интернету с оратором очень низкого качества. Оратора не слышно. Синхронная служба вынуждена прервать синхронный перевод. Синхронный перевод будет восстановлен, когда качество звука будет восстановлено. Спасибо. Спасибо. Если еще желающие выступить – нет, тогда слово экспертом. может быть, они ответят на вопросы и комментарии. Крис, спасибо. Благодарю за комментарии, уважаемых делегатов. Опять-таки, это рабочий документ. Поэтому все сказанное очень актуально. Важно обеспечивать гибкость, учитывать различные юридические традиции, юрисдикции, различные мнения. Это тоже важно. Например, трудно решить вопрос, когда есть два видных эксперта, которые имеют собственную точку зрения в отношении плазмы. Например, в случае использования «Токамака», о чем говорил коллега из Франции. Я согласен с ним полностью. Также поддерживаю делегатов Франции и в том, что нужно тщательно относиться к решению вопроса, как эксперты будут взаимодействовать с членами трибунала и представителями сторон. Да, действительно, это нужно будет включить в проект в будущем. Вот все мои комментарии. Еще раз спасибо. Конгута, вы, может, что-то хотите добавить? Да, краткий комментарий с моей стороны. Очень благодарю всех за комментарии. Они очень полезны, действительно. Вы пытаетесь ответить на выступление делегата Швейцарии, когда он говорил об экспертах и о нейтральных лицах. Мы считаем, что это очень важный момент, и это нужно учитывать. Поэтому в таком ключе и нужно рассматривать вклад в работу экспертов. И мы пытались как раз и охарактеризовать такую роль экспертов, как нейтрального лица. Эксперты принимают участие в процессе решения вопросов, связанных, например, с технологиями или в случае строительных проектов, с тем, как и стандарты технические нужно соблюдать и тому подобное. Может быть, мы скажем, эксперты нейтральные. Может быть, объединим слова, чтобы это было понятнее. Речь не идет о том, чтобы нанимать экспертов, которые бы просто промогали членам арбитражного трибунала принимать решения, но которые бы тоже выступали в качестве своеобразных технических экспертов-членов, чтобы они углубленно занимались вопросом. Может ли тогда трибунал включал членов на различных этапах? Один, два, три. То есть, на каком-то этапе технические вопросы рассматривались членами трибунала, и эти члены трибунала в этом случае имели бы какой-то технический опыт и квалификацию. А потом, на следующем этапе, это дело бы передавалось на рассмотрение экспертов-юристов. То есть, это позволит нам сохранить классический формат процедур, не применяя каких-то радикальных революционных мер к изменению системы. В этом документе как раз мы и имеем это в виду, когда говорим «нейтральное лицо». При необходимости мы можем дать дополнительные разъяснения, но, по крайней мере, это все, что мы хотели сегодня сказать. Спасибо. Спасибо, Кангота. Я думаю, что нужно кое-что разъяснить, помимо назначения экспертов и нейтральных лиц. Это нужно уточнить в следующей редакции. Швейцария, вам слово. Я благодарю за полезное разъяснение. Какой вывод я сделал? Различие между двумя категориями. Мнение одного типа эксперта покоится на решении арбитража. Арбитраж передает ему дело, он выносит какое-то заключение, и это заключение используется. Вторая тема – до какой степени мнение эксперта, назначенного стороной или арбитражем, является окончательным с точки зрения вынесения постановления или решения. Я понимаю, что этот вопрос чрезвычайно важен. И, наверное, начать нужно с того, что, во-первых, члены арбитража должны иметь достаточное количество знаний в том технологическом споре, который вынесен на их рассмотрение. С тем, чтобы они сами могли вынести какое-то заключение, не обязательно прибегая к мнению экспертов. Я, на самом деле, поддерживаю то, что было сказано Франции. Я не получил никакого разъяснения от экспертов, а что делать с экспертными знаниями самих сторон, которые рассматриваются, дело которых рассматривается в арбитраже. И этому необходимо придать большое внимание. И это специфика споров, связанных с технологией. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас. Есть ли еще желающие высказаться? I mean, I would like to open up the discussions on the draft provision as a whole. There are some other elements. Of course, we were... Тогда давайте обсудим эти положения в целом. Есть ряд специфических моментов, касающихся того, как предоставлять информацию. Как экспертные мнения могут повлиять на решение арбитражное. Пожалуйста. Франция, пожалуйста. Благодарю вас. Хочу вернуться к одному вопросу. Мне кажется, это положение очень интересно. Как и любые другие положения, его можно, конечно, совершенствовать. Но, исходя из специфики споров, связанных с технологиями, я не думаю, что мы должны ограничиваться только этими спорами. Мне кажется, что такое положение может быть весьма релевантным к спорам, связанным с нанесением какого-то ущерба и экспертам, привлекаемым к рассмотрению таких дел и вынесению каких-то экспертных заключений. Я думаю, что это положение может быть очень полезным для любого арбитражного разбирательства при оценке причиненного ущерба, например. Это не только связано со спорами по технологическим вопросам. Я просто здесь остановлюсь. Мне кажется, это очень интересно. Благодарю вас, Уганда. Я благодарю секретариат, модераторов, выступавших сегодня утром, когда мы говорим о положении 5 и когда мы говорим о привлечении экспертов. Это просто комментарий. Необходимо обеспечить баланс между экспертами в правовых вопросах и экспертами в вопросах технологических. И порой не так просто обеспечить этот баланс. И даже привлеченные эксперты не всегда могут вынести правильное заключение, если нет должного баланса. Благодарю вас. Спасибо. Я думаю, что это один из вопросов, который также обсуждался экспертами. Но, опять-таки, должны ли мы готовить своего рода список потенциальных арбитров, которые бы разбирались в технологиях? Я думаю, что это не совсем правильный путь. Я просто хотел сказать о том, что экспертные знания в области технологии, в области права, в области техники, к этому, конечно, надо стремиться. Но мы всегда должны понимать, что арбитр всегда может рассчитывать на поддержку технических экспертов. Хочу спросить, это все комментарии по проекту положения 5? Да, кто-то хотел еще. Да. Я хочу кратко прокомментировать. Вы знаете, это ключевая часть споров, связанных с технологиями. Знания технологические должны вписываться в общую картину процессуального введения дела. То есть, в процессе должны участвовать и эксперты по технологиям, и стороны, которые представляют свое видение вопроса. Причем при этом представители сторон также должны обладать знаниями в этих передовых технологиях. Это не какие-то общие знания. То есть, мы должны иметь высококвалифицированных людей. На мой взгляд, в такого рода спорах необходимо обеспечить баланс. Этот баланс не должен рассматриваться как что-то вторичное по сравнению с правовыми знаниями. Потому что в таких спорах технологические знания не менее важны. Большое спасибо. Спасибо. Благодарю секретариат за предоставленную возможность и за выступление уважаемых делегатов, за их комментарии. Уважаемый делегат Франции сказал о целом ряде положений, которые применимы не только к спорам, связанных с технологиями, но и к спорам общего характера. Я полностью поддерживаю эту позицию. Я благодарю всех, кто прокомментировал нашу работу. Будем работать над совершенствованием нашего варианта. Спасибо. Благодарю вас. Мы получили другие комментарии. Некоторые эксперты будут представлять другие положения. Мы не будем продолжать нашу дискуссию. Сейчас мы завершаем нашу работу и продолжим нашу работу в 15.00. Благодарю вас. В 15.00 не в час, а в 15.00 в 3 часа дня обозглавим нашу работу. Спасибо. Благодарю вас.